и хотел бы поговорить о малом видимо кому еще и пока известной статье 282 а это именно статья возбуждение ненависти либо вражды и равно унижение человеческого достоинства и там смысл в чем действие направлено на возбуждение ненависти либо вражды а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола расы национальности языка происхождения отношения к религии а равно принадлежности какой-либо социальной группе совершенные публично или с использованием средств массы информации либо информационно-телекоммуникационных сетей в том числе интернет а статистика по данной статье такова что там в одиннадцатом году было немного больше ста человек там двенадцатый год 150 примерно там тринадцатый год уже больше двухсот четырнадцатый год больше трехсот дальше больше четырехсот ну и так далее да благо это не сложно найти в сети интернета а собственно хотел бы обратиться к молодежи и к их родителям по той простой причине что данная статья является резиновой и притянуть к этой статье можно совершенно кого угодно и просто хотел бы обратить их внимание на то что все что размещается в интернете да в принципе при желании можно вытащить и неважно удалили вы это или нет да и дальше по этой статье очень много сейчас попало подростков которые делали там какие-то репосты лайки совершенно еще детском возрасте да но в силу того что сейчас им уже лет по 18 и так далее а историю в интернете можно вытащить совершенно за разные года тогда при необходимых знаниях то им поднимает эту историю и соответственно за события которые были сделаны при том что они их удалили и так далее да то есть их привлекают к ответственности степени ответственности там совершенно разные причем она сильно может меняться в зависимости от того что в группе вы это ли сделали или не в группе а а создать из вас группу собственно ничего сложного нету потому что вы очень многие там находитесь в сообществах там в каких-то сетях да там создаете какие-то и соответственно вы уже попадаете например не под первую часть статьи а под вторую и соответственно там и наказание совершенно другие а дальше вы должны детям разъяснить что например заходить под чужими аккаунтами тоже бесполезно по той простой причине что все равно все ip адреса они привязаны к физическим адресам и в принципе путем нехитрых манипуляций которые сейчас позволяет современная техника вычислить физический адрес неважно под каким ником ты зашел да это несложно а дальше я еще хотел бы сказать что и заход под чужим ником тоже ничего не дает потому что все ваши номера телефонов и так далее да они привязаны к определенным личностям и соответственно за кем зарегистрированы и так далее да и определить кто чем пользуется тоже в общем то не сложно а еще под эту статью можно попасть например таким путем что вы например не поролите свой компьютер или вход сеть да там сильно сложно а кто-то приходит и просто за вас там лакнет картинку или что-нибудь напишет от вас или например на вашей страничке в социальных сетях да кто-то чего-то напишет а вы в силу того что невнимательны не смотрите свои комментарии и так далее да поэтому считаю что нужно подобные видео все кто понимает серьезность данной статьи распространять и множить и любыми законными способами бороться с подобными статьями потому что статья на самом деле резиновые вам может рассказать это любой юрист да и никакой конкретики по ней нету и в случае чего под социальную группу можно притянуть кого угодно вплоть в принципе можно даже критику чиновников сюда притягивать к тому что вы разжигаете ненависть к неким социальным группам и по большому счету даже мое видео можно притянуть под эту статью поэтому пока еще как гладить так точнее нет не 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 да и как говорит один персонаж так как у нас не 37 года и соответственно можно в интернете говорить все что угодно и тебе за это ничего не будет было и создано данное видео поэтому думайте и пообщайтесь со своими детьми лишний раз не будет на эту тему чтобы потом через какое-то время по мере их взросления им не притянули их не дурачество шутки которые на их взгляд сейчас являются дурачеством и шутками то что они сделают в возрасте так сказать не попадающим под уголовную или какую-либо административную ответственность ну и сами тоже думайте что делайте и так далее да и нужно ли вам регистрироваться вообще в каких-либо сетях и там находиться а так собственно всего вам хорошего и давайте будем законопослушными гражданами но пытающими все все-таки отстоять мирно и законно свои права а не только свои обязанности все подписывайтесь всего хорошего